Уважаемый Завел Виктор Мазанович, Наталья Михайловна, позвольте мне поблагодарить коллег, которые пожертвовали таким прекрасным утром. И пришли сюда, и я еду, меня таксист спрашивает, когда вы куда едете? Я говорю, не поверите, проводите корпоративные врача. Он говорит, какой праздник? Я говорю, ты знаешь, что у него был самый большой праздник у врачей, день отоларингового. Хотя я вам с большим уважением на меня посмотрю, прошу на корпоратив. И я сегодня здесь не для того, чтобы заходить на ваше поле и учить вас, как лечить аллергические реакции. Я сегодня здесь для того, чтобы сказать, показать видение эндокринолога, насколько близко эндокринология к аллергии, насколько близко к микробиоте. И глядя на этот слайд, уже когда смотришь на эти цифры, думаешь, а может мы для них, а не они для нас. Вот эти микроорганизмы, которые в таком огромном количестве содержатся у нас. Если вы посмотрите, как быстро развивалось изучение микробиоты, то в 85-м году впервые было выделено ДНК из образца среды. И все быстрее и быстрее наращивается скорость изучения микробиота. Все больше и больше микробиотов заходит во все сферы. Если вы посмотрите на метаболическую активность микробиота, то увидите, что масса кишечных микробиотов это порядка 3 кг. И 80% лунных клеток слизистой оболочки находится в желудочно-кишечном тракте. Но я вам честно скажу, страшное разочарование эндокринолога, когда понимаешь, что самый большой эндокринный орган это желудочно-кишечный тракт. Недавно я проводила лекцию четвертому курсу и спрашиваю, скажите, пожалуйста, какой самый активный орган у человека, какой орган больше всего работает? Без зазрения совести, четвертый курс отвечает к мышце. Ну, вы понимаете, у кого мышца, у кого мозг. А какой самый большой эндокринный орган? Точная щитовидная железа. Такой желудочно-кишечный тракт – самый большой эндокринный орган. И что влияет на микробиоту? Опять же, разочарование эндокринолога. Если мы говорим об эндокринологии, если мы говорим о гормонах, мы не можем не вспомнить, что такое серотонин. И всегда разговаривая с врачами, я спрашиваю, какие главные стимуляторы выработки серотонина? Так вот, самый простой и самый легкий стимулятор выработки серотонина – это еда. Второй вопрос, если я вам задам. А какой еще стимулятор выработки серотонии? Кто-то уже почти как эндокринолога отвесил секс. Они всегда отвечают, что эндокринологи, на самом деле, спорно. Ну, для кого как, да? И третий – это солнечный свет. Вы представляете, вот мы много говорим в эндокринологии про гормоны радости, а выясняется, что с возрастом. Увеличивается пул микроорганизмов, которые на себе накапливают трептопан. И микробиота решает за нас с вами, какое у нас будет настроение, потому что трептопан – это предшественник серотонина. Да, среда проживания очень важна. И было исследование, которое показало, что вегетариации имеют аналогичную микробиоту с невегетариацией, если они в одной среде проживают. Даже если у них принципиально другой стиль питания. Про вирусы, про токсичные ингредиенты я даже говорить вам не буду, все это прекрасно знаете, про патогенные грибы. А вот если мы посмотрим на стресс как фактор риска изменения как микробиоты, так и развития аллергии, то я обращаю ваше внимание, что при стрессе усиливается периферическая чувствительность действия адренокортикотропного гормона. А если адренокортикотропный гормон в доступе, да, он быстро поступает дальше, мы понимаем, гипоталамы зада надпочечниковой ось срабатывают, и все стрессованные гормоны надпочечниковой, да, имеют доступ к выходу большой в ней. Прогоспалительный эффект на желудочно-кишечный тракт при стрессе выделяются интерлекины, цитокины. Как мы можем оценить микробиоту? Микробиоты самые, да, достоверные, мы знаем, что можно оценить уже геноконд, да, это микробиоты, это достаточно дорого. Бактериальный посет, вы видите, что это дешевый, широко распространенный метод. Но в чем недостатки? Проблематично культивировать пул, основной пул микробиоты, и теряется количественная оценка микробиоты. Я позволю себе напомнить вам, как выглядит, да, поступенчато микробиота. Почему я это говорю? Потому что вот сейчас эра лечения ожирения, она закладывается на лечение хирургическое. Если вы видите, смотрите телевизор, если вы часто общаетесь, вы видите, насколько активно париафрические хирурги заходят на поле эндокринологов, предлагая лечение ожирения и предлагая лечение сахарного диабета. Да, безусловно, есть такие ситуации, когда нужно, когда обязательно нужна париафрическая операция, но когда мы иссякаем из функционала огромный кусок кишки, тем самым мы лишаем поступления в организм массы питательных веществ. И буквально пару лет назад я летала в Новосибирск, был очень большой эндокринологический там конгресс, и каково же было наше время, у нас был клинический разбор там большой, показательный. Вот женщина, 120 кг, всю жизнь жила, она была, помню, метаболически здоровое ожирение, ничего у нее не было, она просто вес была. Она достаточно успешная бизнес-леди, и тут она решила, а давай-ка я вот сейчас сделаю себе то, что я могу сделать, делаю операцию, когда мы ее видели, ей было 44 года, прошло 4 года с операцией. Я позволю себе напомнить, она была метаболически здоровая. Когда я ее видела, она была уже инвалид первой группы, потому что у нее была масса переломов, у нее была масса проблем со здоровьем, она не могла самостоятельно перекликаться, и единственное решение этой проблемы – это репозиция, восстановление, да, вот этого всего желудочно-кишечного тракта. Что такое микробиота? Мы помним, какое количество организмов, за что оно отвечает, здесь прекрасно видно, и почему я здесь, потому что микробиоты отвечают за локальный и системный иммунитет в том числе. Микробиоты отвечают за синтез массы витаминов, стимуляция ангиогенеза, регуляция энтеральных нервов. Готовим этот доклад. Я, приводя этот слайд, абсолютно прямого доступ в статье есть, поэтому я сюда ее выбила. Я спрашиваю среднего 17-летнего сына. Я говорю, ты знаешь, что такое феромоны? Ну кто в 17 лет не знает, что такое феромон? Он так с высоты возраста говорит, знаю. Я говорю, а ты знаешь, что на них влияет? Я по-русски сказала, что это микробиота кишечника. Говорит, мама, ну ты думаешь, что говоришь? А я-то как доктор понимаю, посмотрите, да, тревожности поведения при стрессе, влияние микробиота, обмен веществ. Мы имеем препараты, которые действуют на глюкогоноподобную пептид-1, но микробиоты тоже влияют на них. Вырубанка кортикостерона, отжена кортикостерона, помимо феромонов, андрогена, эстриогена. И когда мы имеем тело с нарушением микрофоров, дисбиозом, мы понимаем, что это недостаток дружественной микробиоты. Мне очень нравится определение преобладания чужеродной микробиоты аппортунистов, да. Сразу вспоминаешь историю, да, ну какой это, шестой или седьмой класс, когда там были эти аппортунисты. И посмотрите сюда. Смотрите сюда, и вы видите, как влияет микробиота на развитие ожирения. Ожирение – это не просто заболевание, это заболевание, от которого можно умереть. И жировая ткань – это эндокринный орган, это тоже очень крупный эндокринный орган, выделяя 600 молекул. Есть прямое влияние на развитие ожирения, есть опоследованное влияние на развитие ожирения. При ожирении меняется титр микроорганизмов. И посмотрите, как микробиота влияет на развитие инсулинорезистентности. Если есть проблема в микробиоте, то мы имеем проблему с инсулинорезистентностью тоже через массу путей. Здесь вы видите влияние через первичные и вторичные желчные кислоты, через влияние на пели клетки кишечника и глюкогоноподобный пептид. А на этом слайде представлено, как микробиота влияет на развитие эндодоксимии, на провоспалительные цитокины. Изобий Крамозан только что говорил, насколько это важно при развитии астмы. А вот здесь, посмотрите, пожалуйста, как микробиота кишечника влияет на усиление, проникновение различных веществ. Но взглядом эндокринолога, что я здесь вижу, да? В печени мы видим провоспаление, инфильтрацию макрофагами, снижение чувствительности к инсулину. В мышцах чувствительность снижается, если вы провоспалительный эффект. В жировой ткани то же самое, воспаление, инфильтрация макрофагами, снижение чувствительности к инсулину. Но каково же разочарование, когда мы понимаем, что микробиота влияет на гипоталамус. И усиливает воспаление, провоцируя организм, провоцируя своего хозяина на немотивированный прием пищи. Все это приводит к снижению чувствительности к инсулину. На этом слайде представлено влияние на каннабиноидные рецепторы. И каннабиноидные рецепторы, это рецепторы GQK, вы прекрасно знаете, как они действуют на организм. Я расскажу вам эндокринную историю провала действия на каннабиноидные рецепторы, если я спрошу. Наверное, молодежи надо спросить, что это как анализ. Каннабиноидные рецепторы 1 типа в головном мозге, а 2 типа формирует иммунологический ответ. Представьте себе, давали препараты, которые блокируют действия рецепторов. Для чего люди курят кораблю? Для того, чтобы улучшить настроение. Заблокировали рецепторы. Что случилось? Я вам расскажу клиническое испытание. Было прекрасное клиническое испытание, которое показало, что пациенты, получающие блага таргинабиноидных рецепторов, хорошо худели. На больших дозах хорошо, прекрасно худели. И честно скажу, мы тоже участвовали в исследованиях. Исследователи знают, что такое исследование. Супер обученные компонентные пациенты, замечательная лаборатория, отличные врачи. Это рафинированная ситуация. Что мы на выходе получили? Получили прекрасный результат. И на всех отчетах мы поучаствовали. Препарат зарегистрировался в Европе. Он даже зарегистрировался у нас. Но он потерял полный крафт. Он потерял полный крафт. Почему? Да потому что 13 суицидов случилось. Когда заблокировали эти рецепторы. Когда опустили препарат вот так спонтанно, да, бесконтрольно. Депрессия абсолютно правильная. Люди пуляют канаблюдом, чтобы улучшить настроение. А тут заблокировали эти рецепторы. Перестали они работать. Канабиноидные рецепторы второго типа тоже были заблокированы. Посмотрите, что делает микробиод. Она влияет на канабиноидные рецепторы второго типа. Ну, про метаболическую антетоксиню мы только что поговорили. Про воспаление только что поговорили. И я здесь, потому что оживление – это болезнь большого города. Точно так же, как и аллергия – это болезнь большого города. И урбанизация – это один из стрессовных факторов. Только что мы собрали это все, да, в один букет. И посмотрите, что доказано, что оживление ассоциировано с повышением уровня иммуноглобулина Е, нарастанием риска астмы. Существует рабочая гипотеза причинно-следственной связи с инсулиновесистентностью, о которой мы только что поговорили, астма и аллергия через адипоцитоген и провоспалительные факторы. Есть доказательные данные, которые показывают связь оживления инсулиновесистентности с астмой и аллергией. Вы видите зеленые графики максимально, да, количество астмы у процентов, которые имеют оживление, по умолчанию имеют инсулиновесистентность. У розовых, да, в розовых графиках тоже вы видите усиление частоты аллергии и астмы. И я, как эндокринолог, хотела вам показать с другой стороны, с эндокринологической стороны взгляд, наш рабочий ткань. Если вы на нее посмотрите, она формируется с помощью симпатической нервной системы под действием инсулино-натриоретического поликептида. Выделяется масса антипоцитов, гормонов. Когда, собственно, я не знаю, что, когда открыт был лектин, и у нас Михаил Иванович Балаболкин вышел на планерку и сказал, мы теперь наконец знаем, почему есть толстые и есть худые, потому что мы знаем, что такое гормон лектин, да мы уже 18 лет знаем. Мы до сих пор не знаем, да, почему одни толстые, другие худые в одних этих условиях. Жировая ткань выделяет адипонектин, массу интервекинов, но 60% жировой ткани это стромально-сосудистые фракции, наполненные макрофагами первого и второго типа, и гормоник, который резистит, выделяется именно из стромально-сосудистой фракции. Стромально-сосудистой фракции выделяют массу цитокинов. Я всегда рассказываю про ожирение, спрашиваю вам врачей, эндокринологов, кто-нибудь болел пневмонией? Когда болеешь пневмонией, я на собственном опыте поняла, очень нужна жировая ткань, потому что она даже воду дает. Ты не можешь пить, надо же воду дать, она помогает выжить. Другой вопрос, какое количество этой самой жировой ткани нам нужно. И на формирование жировой ткани, на формирование цулинорезистентности и по умолчанию мы тоже понимаем массу аллергических реакций, влияет микробиоты. Так вот, мы с вами должны работать, не друг с другом, не взрослых врачей, мы должны работать с огушевыми гинекологами, потому что предупреждать и профилактику ожирения нужно проводить на эндриональный, в эндриотальный период. И посмотрите, что интересно, при натальном периоде плацентарная микробиота более сходна с арактеристиками микробиоты ротовой полости. Даже не вагинальной и даже не кишечной, материнской имеется в виду, да, существует отцеативная связь с составом микробиоты плаценты, набором веса в период гистации. Все очень тесно, и микробиоты влияют на очень многие процессы. Дальше идет родоразрешение, идеально естественным путем. Если проблема случилась и есть кесарево сечение, то кесарево сечение дальше идет эхом практически на всю жизнь. Состав ретного молока – это уникальная формула, уникальная формула питания для организма и формула микробиота для конкретного ребенка. Очень важен первый год жизни, очень важен для сформирования микробиоты. Если вы посмотрите на этот слайд, вы видите, насколько близко нарушение микробиоты, нарушение формирования иммунной системы и дальше во взрослом состоянии формирование аллергических реакций. Каков состав микробиоты? Если мы посмотрим, мы поймем, что мы можем влиять на когнитивные и поведенческие факторы у ребенка в последующем. Здесь вы видите, насколько микробиота – это платформа формирования иммунной системы. Очень важен первый год. Формирование микробиота организма, ребенка – это первый год жизни. А дальше, если мы не сформируем первый год жизни, то есть мы начинаем работать с акушерными гинекологами, плавно переходим на педиатров, неонатологов и уже в взрослом состоянии, имеем, собственно говоря, то, что имеем. Я вам сказала, что все из детства. И оживление тоже из детства. И если вы посмотрите на количество клеток, которые заложены внутриутробно, оно не меняется в взрослом состоянии. Дальше они просто растягиваются, эти клетки, эти плодипоциты. Организм не может лично размножать эти клетки, он просто их увеличивает количество. И изологормональный коктейль – это обозначает, какое количество инсулина было, когда пациентка была беременна. Но очень важный момент – стресс был или нет. Стресс – более важный фактор, чем даже, извините, употребление алкоголя. Женщина, которая постоянно в стрессе беременности, она закладывает нездоровье своему ребенку и ожирение. И почему я здесь? Потому что из 79 факторов внешних средобных на первом месте на состояние здоровья человека оказывают диетические факторы. Если вы зайдете в журнал «Ланцет» и откройте это, дальше мы видим у женщин на втором месте, как она развивалась внутриутробно, потому что количество фолликулов тоже закладывается внутриутробно. мы совпадаем мужчин и женщин абсолютно по артериальному давлению и по чистоте воздуха. На четвертом месте чистота воздуха. И вы знаете, во многих религиях даже есть молитва, да, за чистый воздух. Ну вот, девочки, нас как всегда обманули, потому что как раз алкогольный фактор алкоголизма. На 12-м месяце у женщин, в отличие от факторов, который, вы видите, у мужчин гораздо выше. И я хотела бы вам здесь показать, как с помощью питания, с помощью микронутриентов, сейчас мы это более-менее подробно разберем, можно усилить, улучшить состояние микробиоты и, соответственно, да, улучшить влияние на иммунный ответ. Вы видели, у меня зомби-флюзоночный учет, хотя бы обратно не получается, ну ладно. А витамин В2 где мы можем получить, из каких продуктов? Молочные продукты богаты рипофлавином, но рекомендуются еще дополнительные источники. И я прошу прощения, очень много рипофлавина в устрицах. Будете во Франции обязательно кушать устрицы, улучшаем микробиоты организма. Относительно, да, у фалатов. Фалаты, вы знаете прекрасно, источники фалатов. Чем разнообразнее питание у человека, тем, чем правильнее он питается, тем меньше его недостаток витаминов. Но я хотела бы вам рассказать историю, которая была у меня недавно, пришел мальчик и рассказывает картинка, в общем, как учебник и все свои жалобы. Вот с такой историей, он огромный, да, у него там три года он обследовался, он 25 лет. И рассказывает как в учебнике, что у меня, как у папы, началось 22 года, проблемы начались с потенцией, я хожу по врачам, я не могу решить, мальчик спортсмен был. Я это все слушаю, понимаешь, что надо взять в гормоны бессмысленно, он даже в Израиль ездил. И вот он говорит, говорит, и я понимаю, что мне надо найти какой-то, да, папа, то, что у него потенция. А он его привел, извините, дядя, который председатель следственного комитета какого-то. Дядя сидел рядом. В конце он мне говорит, я понял, у нас одни и те же методы, и у нас цели разные, потому что я вырвала руки на чистую воду, объясню, у мальчика, когда он открыл рот, я, видимо, не слышал знак, потому что мой учитель пропедертики говорил всегда, посмотрите язык. Я говорю, откройте рот, покажите язык. Открывает рот, малина, язык с любыми такими прорезями. Я выдохнула, вот он, недостаток витамина группы В, абсолютно нулевой, да, у него нулевые фалаты в крови, и сучумовой уровень гомонсистеина. А почему я получила приз от следственного комитета? Да потому что мальчик-то на плюкуре. Вот и все. Понятно, да, нарушение метил-петро-гидрополазного цифра. Какими должны выставить основные, да, флажки человеку, когда мы пытаемся отрегулировать микробиоту? Очень важно сокращение потребления насыщенных жирных кислот. Вы помните синтез желчных кислот, как это все взаимодействует. Откуда мы берем насыщенные жирные кислоты? Уберем пальмовое и кокосовое масло, остаются продукты животного происхождения. Сокращаем потребление продуктов, жирных продуктов животного происхождения. И категорически уменьшаем потребление источников серосодержащих аминокислот, в частности, метиамина и цистерина. Особенно это касается мяса и полуфабрикатов. Все современные рекомендации по питанию правильному, если вы хотите продлить себе жизнь, они заключаются в том, что мы сокращаем потребление красного мяса, говядина, свинина и баранина, до одного раза в неделю. Не надо мне сейчас рассказывать, будучи европеоидами, не надо мне сейчас рассказывать, что ваши предки ели мяса очень много. Если вы считаете себя европейцами, то главный принцип питания, ваш принцип питания, это как страны в Средиземноморье. Не надо мне сейчас говорить, что они живут в странах в Средиземноморье. Где у нас долгожители живут? Мы-то с Средиземноморье нечем знаем. Потому что, знаете, как гипробиоиды называются на английско-вангейской транспекции? Каукейджин. Спасибо. Так вот, имея чистую линию, каукейджин, я могу вам сказать, что мои предки не ели красное мясо, достаточно редко ели по большим праздникам. Что случилось в последние 50 лет? Мы поменяли генетический код питания, и весь я могу сэкономить 250 тысяч на ваш генетический паспорт питания, если вы потрясете своих бабушек, дедушек и родителей и достанете свое генеалогическое древо. И когда вы посмотрите, как питались ваши предки, 250 тысяч вы сэкономили. Активное потребление пищевых молока. Самая простая форма употребления трубей. Если вы пожилым пациентам довольте потреблять воду две столовые ложки, обязательно нужно сказать, что нужно контролировать воду. А как контролировать воду, посмотреть цвет мочи. Чем светлее моча, тем правильнее потребляется вода. Разрешайте любить какао, потому что там есть полифенолы очень нужные. Виноград, в частности, вино нужно употреблять, чтобы регулировать полифенолами микробиодов чай, кофе и различные виды ягод. Относительно регуляции потребления углеводов. Должны быть продукты зернового происхождения, которые богаты пищевыми волокнами. Если вы посмотрите влияние пищевых волокон, крахмалов, бета-глюкан, фруктан представлены, вы видите, насколько важно их потребление мы моделируем. Моделяцию микробиода можно проводить. Во всех научных работах было всегда сказано, что вот йогурт, 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 и вот оно, счастье, для нашей популяции наиболее характерно потребление кефира, не йогурта. И в этой статье вы увидите, насколько достоверно показано, что кефир обладает антиаллергическим эффектом. Роль белков. Относительно потребления белков мы с вами договариваемся уменьшает потребление источников насыщенных жиров, кислот, а именно белков животного происхождения. Активно потребляем омега-3, при этом контролируем потребление омега-6. И вот тут видите, да, тут представлена иммунологическая картинка снижения потребления омега-6. А здесь вы видите на этом слайде, насколько важно снизить потребление тианина и арсистриина, чтобы моделировать пул и концентрацию бутатиона. А если бутатион, это антиоксидант, как проявляется контрагентом в отношении развития оживлений и ассоциированных с ним заболеваний. И мы видим, что снижается антиоксидантность и липогенез. Омега-3 из всех, да, представителей омега-3, самая доказательная база от ДГК. И здесь вы видите, что ДГК улучшает физические, химические сигнальные свойства фосфорипидов, делая, да, оболочку, мембрану клетки более стабильной. Это вот на этом слайде четко совершенно показано, что ДГК влияет на ПБР-ресектор, она обладает противовоспалительным эффектом, подавляет активность ядерного фактора КПВР и купирует активацию инфломаций. Модуляция микробиота, роль пребиотиков. Как я уже сказала, сэкономив на генетическом карте, вспомнив, как наши предки питались, вы помните, все забыли, что бывают моченые ягоды, бывают квашеные. Мы перешли на какой-то синтетический способ питания, лишив себя мощных пребиотиков. А если потреблять пребиотики, из продуктов, первый это артишоки, вы видите, лук репчатый, цепорий, чеснок и лук порей. Один из самых мощнейших пребиотиков это квашеная капуста, моченая брусника, моченая ягода, любая, это достаточно сильный пребиотик. А здесь вы видите, как эти пребиотики и полифенолы влияют на купирование инсулино-резистентности, на купирование воспаления, обладают антиоксидантной активностью. И один из самых мощных полифенолов это респиротрол. Я честное слово не рекламирую вино. Я просто хотела вам показать, что век, сегодняшний век это век изучения полифенолов. И посмотрите, насколько многообразен эффект инсулино-резистентрола. Когда увидели эти эффекты, стали давать антифический инсулино-резистентрол. Далее 500 мг. Относительно ожирения все замечательно. Далее 600 мг. Тоже все неплохо. Далее 300 мг. Все совсем нехорошо. Тут эффекты влияния при болезни Крона. Тоже малые дозы показали свою эффективность. Если переводить на русский язык пациентам, вы будете самый лучший доктор, который скажет, вам нужно пить вино, но малыми дозами регулярно. Если вы посмотрите влияние пробиотиков на этом слайде, то вы видите, что можно контролировать после эпидемии гиперполистеридемии, воспаления, инсулино-резистентность. Можно регулировать провоспалительные цитокины. И заканчивая свой доклад, я хотела бы показать вам очень интересное исследование. Мы начали с чистого воздуха, мы начали с болезнь цивилизации. Мы сказали, что болезнь цивилизации – аллергия, ожирение. Посмотрите, недостаток кислорода влияет на развитие ожирения. Недостаток кислорода провоцирует жировую ткань на выделение антибальцитокинов и цитокинов из травмально-сосудистых фракций.